приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить на серьезную и интересную тему которая переплетает в себе огромное множество различных вопросов но прежде чем перейти к основной теме хочу вам напомнить что стримы теперь проходят на сайте трава ссылка в описании я думаю вы сами понимаете почему так так же в группе вконтакте скоро появится часть видео с ютуба это старые видосики которые можно будет посмотреть там это не весь канал туда переедет но частично и в группе вконтакте можно будет посмотреть видео поэтому подписывайтесь на группу вконтакте на трава со временем возможно еще некоторые сайты сюда добавятся где я создам свой канал но пока что так если хотите посмотреть стримчики по world of tanks или каким-то еще интересным играм ссылка в описании ну а пока youtube окончательно не закрылся хочу с вами поговорить на такую очень важную и интересную тему в world of tanks как получение удовольствия от игры почему нет развития скилла и постоянное горение в игре все эти вопросы взаимосвязаны они тесно переплетены и пытаясь решить что-то одно вряд ли добьетесь успеха нужно подойти к этому глобально сейчас я начну с одного вопроса и потихоньку мы дойдем до самого конца и вы все поймете и так вот мы заходим в игру world of tanks допустим мы уже бывалый игрок но вот статистика у нас уперлась где-то там посередине а бывает даже и хуже и дальше никак не развивается да и удовольствие от игры получаем и не часто почему так происходит во первых когда мы заходим в игру и нажимаем в бой что мы сразу видим загрузку какой-то карты поскольку мы это видели уже много раз мы можем либо вслух либо молча про себя уже выдать какую-то оценку тому куда мы попали и зачастую там уже негатива километр мы еще ничего не играли ничего не делали а негатив уже начинает распространяться во все стороны вот мы попали в бой с какой-то стороны либо с одной стороны карты либо с другой у нас либо преимущество либо недостаток есть какой-то играя с разных сторон и вместо того чтобы играть в игру мы уже от этапа загрузки начинаем на негативе все обсирать сами себя отвлекаем этим самым и вместо того чтобы играть в игру уже занимаемся грубо говоря нытьем я это знаю по себе и все так делают ну и когда уже бой начался мы уже на негативах там альфа не прошла там где-то мы не попали не до свелись добавляем еще негатива и вместо того чтобы просто играть в игру следить за ходом боя адекватно реагировать на происходящее мы заняты мы хуесосим все вокруг и все это началось на этапе загрузки боя грубо говоря тот же самый пример этот бой который вы видите на фоне я просто зашел в бой на не самым приятном танчики не самым простом и удобном просто поехал играю в игру просто молча я не хуй сосил карту ситуации в бою где я не попал альфа не прошла или еще что-нибудь просто стою на позиции и играю в игру во взводе со мной лёха мы сидим в дискорде чем занимается лёха от этапа начала загрузки боя он поливает по моими игру бой карту игроков вокруг себя все на свете результата боя вы увидите в конце и на своем примере я заметил что я этим занимаюсь постоянно и я попробовал а что если просто заткнуться и поиграть в игру и о чудо даже на ультра неприятных танках на супер сложных просто играя в игру неважно на какой карте слабый сильный респ да не всегда ошибается любой игрок но стало получаться намного лучше и просто слежу за боем играю в игру и это невероятно я больше стал внимание уделять моментом в бою реже стал ошибаться и чаще реагировать на все ситуации которые происходят на карте также я еще заметил что в некоторых моментах работает такой человеческий фактор как переоценка своих возможностей где я типа вот я же много играл но я же не могу там ошибаться или что-то не знать или какой-то момент уже много раз был но раз за разом я в этом моменте схожим или точно в таком же получаю по лбу и каждый раз вместо того чтобы просто перестать ошибаться одинаково начинаешь обсирать все вокруг вот да как он свертухи на ходу всегда попадает вот этот рез плохой туда-сюда вместо того чтобы играть в игру занимаюсь какой-то чепухой по статистике большинство людей очень сильно себя переоценивают во всех своих делах и я думаю что в картошке происходит то же самое мы вот накатали кучу боев неважно какая у нас там статистика и мы уже что-то из себя там выбражаем вот я но по сути надо вместо того чтобы забивать голову какой-то фигней просто спокойно смотреть что происходит играть в игру и будет намного лучше чем заранее накручивать какие-то негативные мысли и раз за разом проговаривать одно и то же водка плохая карта плохой респ альфа не прошла да как он попал свертухи задолбала это арта и так далее и все это годами накапливается уже может и крыша поехать хотя это просто игра зайди поиграй сколько там по кайфу тебе да и все можно сюда еще добавить что разработчики своими некоторыми акциями марафонами и так далее приучили некоторых игроков играть долго много и это тоже плохо поскольку нужно играть в меру у каждого человека она своя все люди разные поэтому лично у меня бывали моменты когда я ну прям сильно много переигрывал не столько боев было за месяц что просто картошки в мне было чересчур много и когда играешь чуть меньше то она не такая душная иногда стоит делать и перерывы и отдыхать от этой игры хотя вроде как в игру мы приходим тоже отдыхать и получать какие-то эмоции и еще бывает такая ситуация когда ты только зашел в игру и чё-то вот какое-то настроение не то как-то вот не пошла игра чересчур негативно как-то реагируешь на любой момент в игре ну настроение видимо не то в такие моменты лучше сразу выйти сделать перерыв дальше лучше не будет это я понял тоже четко лучше прям сразу с первого боя выйти и ну нафиг немного поразмыслив кое в чем разобравшись я понял что все намного проще и вся проблема скорее даже не в игре она такая-то всегда и было это я себе там сверху понакручивал чего-то вот она так и получается и многие из вас я думаю занимаются тем же самым от начала загрузки боя и на протяжении всего боя поскольку мы это видели много раз на каждый момент в игре мы уже повесили свой ярлык и как только мы схожий момент увидели сразу достаем этот ярлык и давай проговаривать эту негативную ересь которую мы проговариваем годами по поливанию помоями игры игроков разрабов боя карты вбр и всего на свете вместо того чтобы просто поиграть в игру вот то что я хотел вам рассказать надеюсь мой пример вам будет полезен в игре world of tanks и вы будете меньше либо играть в нее либо гореть или получать от него негатива поскольку вы его создаете сами с вами был арчик играть красиво подписывайтесь на трава групп вконтакте всем пока удачи а Продолжение следует...